Сегодня Центр по правам человека проводит конференцию, посвященную дискриминации по возрасту на рынке труда. Специалисты Центра отмечают, что это одна из самых острых проблем, причем как для очень молодых людей, так и для тех, кого принято называть сеньорами. Государство же в связи с демографическими проблемами все больше заинтересовано в том, чтобы население страны как можно дольше сохраняло трудоспособность. Обсудим этот вопрос с министром здоровья и труда Евгением Осиновским, он у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, актуальность вопроса населения действительно очень остра на сегодняшний день. Что можно сказать, насколько трудоспособно наше население, что показывает статистика? Ну, в общем, конечно же, как и во всех других европейских странах, так и у нас население стареет. Это значит, что пропорция или количество людей более высокого возраста постоянно растет. Это, конечно же, означает, с одной стороны, большее давление на социальную систему, но и, конечно же, имеет прямое и конкретное влияние на рынок труда. Я думаю, именно поэтому мы все больше и больше говорим о занятости сеньоров, поскольку работодателям нужна рабочая сила. Мы знаем, что ситуация кардинально изменилась по сравнению с временем 10-летней давности. И, конечно же, в этом контексте и отношения, разные стереотипы и как раз вопросы дискриминации все больше и больше во внимании общества. Ну, вот на сегодняшней конференции будет также обнародовано исследование, проведенное Институтом Открытого Общества Эстонии. Ну, наверняка о каких-то главных тезисах этого исследования вы уже осведомлены. Можете сейчас рассказать о каких-то тенденциях последнего времени? Ну, в общем, и несколько лет назад было проведено еще одно исследование. Они исследования, в общем, показывают, что, конечно же, дискриминация по возрасту существует. Люди ощущают, что их дискриминируют. И это, конечно же, есть, в принципе, одна основная или даже единственная критерия самого понятия. То есть, если человек ощущает, что его дискриминируют по какому-то признаку, то это действительно является уже проблемой для общества. Что где-то треть работников так считают, как самые молодые, и в первую очередь это связано с отсутствием опыта на рынке труда, так и, конечно же, пожилые люди. И если мы посмотрим на отношения, и в соответствии с этим исследованием, действительно, мы видим, что, в общем, терпимость к более пожилым работникам выросла за последнее время. То есть, в общем, люди считают, что абсолютно нормально работать с пожилыми людьми в одном коллективе. Но если мы чуть поглубже посмотрим на эти отношения и, в общем, на понятия, то все равно мы чувствуем, что стереотипы по возрастным признакам существуют. Мы знаем, что все же в большинстве случаев люди считают, что пожилые люди как-то менее приспособлены к сегодняшнему рынку труда. Их навыки, их опыт как-то стареет. И в этом контексте люди считают, что и является основной проблемой, что пожилых людей можно как-то по-другому к ним относиться по-другому в коллективе. То есть, они могут получать меньшие зарплаты, и у них могут быть иные... А если говорить, на самом деле, так, откровенно, да, все-таки человек с возрастом действительно теряет какую-то физическую кондицию. Он становится менее сильным, может быть, менее выносливым, чаще болеет, может терять концентрацию внимания. И, например, по статистике тоже в творческие профессии уже людей старше 40 лет не очень хотят принимать, потому что считается, что у них, может быть, с этим тоже могут быть проблемы. То есть, в принципе, эти стереотипы основаны на каких-то определенных фактах. И поэтому здесь, наверное, Министерство труда и здоровья, Министерство социальных дел должно задуматься о том, как качество жизни повысит пожилых людей, чтобы они сохраняли все эти качества физические, в том числе, дольше. Если посмотреть на процент занятости пожилых людей в Эстонии, то наш показатель один из самых высоких по всему Евросоюзу. То есть, на самом деле, в Эстонии пожилые люди активно участвуют на рынке труда. И основная причина здесь заключается в том, что в Эстонии можно параллельно получать как полную пенсию, так и полную заработную плату, что совсем не так во многих странах, где либо отбирают пенсию, либо просто запрещают работать. У нас в этом смысле, в общем, мотивируем людей в любом возрасте участвовать на рынке труда. Так что, в принципе, это и является, я думаю, основной причиной, почему эти отношения меняются. Ну, в общем, конечно же, понятно, что с возрастом люди могут, их способности или силы могут уже не соответствовать требованиям на рынке труда для конкретной работы. Но, в общем, если мы посмотрим на рынок труда, то мы видим, что все больше и больше мы требуем гибкости в разных коллективах. То есть, в принципе, на рынке труда или в конкретном коллективе нужно найти этот нужный баланс для конкретного работника, для того, чтобы он мог выполнить свои задания. Мы хотим, чтобы этой гибкости было больше и в системе, в пенсионной системе. Но мы также, конечно же, хотим, чтобы и на рынке труда работодатель предоставлял больше гибких возможностей для того, чтобы люди в разном возрасте, с разными как физическими, так и интеллектуальными способностями могли бы на рынке труда участвовать. Мы начали разговор с того, что с дискриминацией по возрасту сталкиваются как молодые люди, очень молодые, так и сеньоры. Вы тоже упомянули проблемы молодежи в своих ответах, но, тем не менее, большая часть разговора скатилась все-таки к обсуждению проблем людей старшего возраста. То есть, можно ли из этого делать вывод, что именно так называемые сеньоры больше дискриминируются, нежели молодежь? Или у молодежи тоже проблем очень много? Проблем много. Если посмотреть на уровень безработицы среди молодежи, то он где-то в среднем во всей Европе, так и в Эстонии, где-то в среднем в два раза выше, чем в среднем по населению. Ну, а тут-то что сделать можно? Ну, здесь плюс только в том, что эта проблема со временем решается. То есть... А у сеньоров она со временем усугубляется. Да. То есть у молодых людей главная проблема в получении первого опыта, и поэтому поступление на рынок труда, конечно же, сложно, но после этого ситуация улучшается, у сеньоров, соответственно, конечно же, проблема обратная. И, к сожалению, мы знаем сегодня уже, что в будущем, конечно же, понятно, что мы все должны будем работать дольше, пенсионный возраст растет. И, конечно же, в связи с этим, как раз эти стереотипы отношения к сеньорам на рынке труда являются крайне важным вопросом для всех нас. Ну, как говорится в шутку, молодость – это недостаток, который быстро проходит. У нас в гостях был министр здоровья труда Евгений Осиновский. Спасибо вам.